Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощи в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря выступление Кэтрин Манн, которая является членом Совета управляющих Банка Англии. Учитывая, что именно она на прошлой неделе стала причиной локальных распродаж британской валюты, сделав заявление о том, что, возможно, Банк Англии уже будет больше думать над идеей целесообразности дальнейшего повышения процентной ставки, учитывая, что прошлые такие действия к нужному эффекту не привели. Если сегодня она также коснется перспективы британской денежно-кредитной политики, я думаю, то, что давление на фунт может усилиться. В 13.30 выйдет отчет по УВП Канады, но, честно говоря, сейчас из-за неопределенности на рынке нефти я канадцам, как таковым, не очень-то интересуюсь. Если у вас есть какие-то торговые идеи и вы хотите высказать свою точку зрения, я думаю, что в комментариях многие с большим удовольствием с вашей точкой зрения познакомятся. И в 21.30 сегодня нас ждет отчет от Американского института нефти по запасам нефти. В последней неделе мы видим то, что тренд на значительное увеличение запасов нефти в США сохраняется. И, по идее, это свидетельствует о том, что на внутреннем американском рынке какие-то проблемы серьезные, причем проблемы с спросом. Это должно оказывать негативный эффект на бренд, на WTI, но в целом котировки более-менее устойчивы. Мы на прошлой неделе, как я уже отмечал, смогли удержаться по бренду выше 80 долларов за баррель. И это создает условия для того, чтобы эта планка 80 долларов держалась и дальше. И мы ждали появления нового фундаментального катализатора, чтобы нефть ушла к новым локальным максимумам. Поскольку торговая сессия понедельника была практически пуста на какие-то интересные фундаментальные события, я сегодня предлагаю вкратце разобрать по основным идеям то, что у нас происходит. Индекс доллара котируется на отметке 104.75. В понедельник коррекция вполне логична, учитывая, как сильно доллар вырос в конце прошлой недели. Я ни грамм не удивился, я даже не считаю, что мы столкнулись с распродажами, которые были необоснованы. С точки зрения технического анализа, коррекционный откат после теста 105 пунктов по индексу доллара был естественным. Он произошел сейчас в котировке чуть ниже 105 пунктов, мы готовимся к возобновлению восходящего движения. Был ли фундаментальный фунд, который мог бы стать причиной снижения курса доллара? Нет, друзья, мы с прошлой недели зарядились уже такой хорошей, сильной установкой на то, что у доллара пока что идеальные возможности для сохранения обычной динамики. Пятничный индекс PCIN, индекс на цены расходов на личное потребление. Напоминаю, что был зафиксирован рост в годовом выражении с 5,3 до 5,4%. Прогноз назначился на отметке 4,9%. И здесь я не просто так делаю акцент на годовое значение этого индекса, потому что, в принципе, это опережающие индикаторы годового показателя по инфляции. Ранее, месяц назад, когда мы анализировали январьские цифры по инфляции, мы увидели значительный рост месячного выражения индекса потребительских цен, но годовой так и остался на траектории снижения. После выхода индекса PCI, я думаю, что когда наступит момент для анализа февральских данных по инфляции, а это меньше, чем через две недели, есть высокая вероятность того, что мы увидим и годовые показатели инфляции тоже со знаком плюс. Личные доходы выросли в прошлом месяце в США на 0,6%. Это логичным образом сказалось на увеличении и личных расходов. И, конечно же, при очередном блоке сильных макроэкономических данных инвесторы стали более уверенными в том, что ФРС не откажется от той политики, которую он проводит, а это политика высоких процентных ставок. Также хочу отметить комментарии Филиппа Джефферсона, представителя Федрезерва, но я не уверен, друзья, в том, что он является голосующим членом американского регулятора. Но все же давайте сделаем акцент на его риторику, потому что это еще одна точка зрения людей, которые близки к высшему кабинету управляющих американского регулятора. По мнению Джефферсона, инфляция в США настолько высока, что наивно рассчитывать на то, что в ближайшее время, под ближайшим временем он вообще имеет в виду до конца этого года, индекс потребительских цен в США получит какое-то убедительное основание либо возможность для последующего снижения к целевому ориентиру в 2%. Но это еще раз доказывает то, что инфляция остается на таких высоких значениях, что для того, чтобы ее сбить оттуда, нужно предпринимать дополнительные действия американскому регулятору. Поэтому растут спекуляции на тему того, будет ли повышение в марте на 50 базисных пунктов. Повышение ставки будет. Но вот в каком масштабе, в каком формате? Я, как вы знаете, сторонник того, что ставку нужно повышать на 50 базисных пунктов. И, честно говоря, многие инвестбанки разделяют такую же точку зрения. Или я разделяю точку зрения многих инвестиционных банков. Ждем возвращения индекса доллара выше 105 пунктов. Сегодня каких-то отчетов нету, как я уже отметил, способных повлиять на курс доллара. Но до конца недели будет еще два релиза. В среду это индекс АСМ производственного сектора, а в пятницу индекс АСМ сферы услуг. Очень важные объективные данные, которые могут еще больше оживить спекуляцию на тему местности более агрессивного ужесточения американской монетарной политики. Золото 1814. Важнейшие аргументы, почему золото будет снижаться, остаются в силе. Это рыночный ассентимент. Толпа по-прежнему золото покупает. И рост доходности американских облигаций. Причем 10-летки в районе 4%. Уже 20-летние трежерис казначейские долгосрочные бумаги выше 4%. В 2-летке уже котируются выше 4,5%. Сравнивая доходности, результаты золота американского рынка долга, конечно же, для инвесторов выбор очевиден. Нужно вкладывать и работать с сверхнадежными, доходными инструментами финансового рынка. Это американские трежерисы. Также очень печальная динамика по фондам ИТЕФ, которые специализируются на инвестициях в золото. За последнюю неделю из этих фондов было выведено почти 15 тонн золота. Это чуть ли не рекордный показатель с октября прошлого года. По другим финансовым инструментам. СНП 3989 пунктов. Ждем дальнейшего снижения. Европейская валюта 1,0586. По-прежнему наша цель. Тест 1,05 и снижение ниже. Британская валюта 1,2040. Изменения в фундаменте также нет. Никакого. Единственное, что сейчас на повестке, политическое обсуждение дополнительных условий сделки между ЕС и Англией. По вопросу Северной Ирландии. Это все отголоски Брекзита. Но думаю, что этот фон не сильно сейчас будет влиять на британскую валюту. Потому что переговоры, как и всегда, затягиваются. И я не думаю, что какой-то прогресс будет достигнут в ближайшие дни. Смотрим за в целом слабой экономической конъюнтурой английской экономики и укрепляющимся долларом. Поэтому возобновление распродаж – это вопрос самого ближайшего времени. По эфириуму, друзья, повторюсь, что ждем обновления Шанхай. Сейчас котировки 1627. Соответственно, новый форк. Разблокировка большого количества эфириумов на десятки миллиардов долларов. Потенциальная продажа на рынке и еще одна такая же потенциальная волна распродаж. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.